Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 14 по 20 октября 2019 года на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 169 сообщений о происшествиях, из них 17 преступлений, из которых 10 раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 50 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. 15 октября 2019 года на территории города Наридмары поселка Искатели проводилось рейдовое мероприятие «Водитель-пешеход». Проверено 55 транспортных средств, выявлено 5 административных правонарушений. 18 октября 2019 года в городе Наридмаре поселке Искатели проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток улица». Задействовано 23 представителя субъектов профилактики. Проверено 47 мест концентрации, 31 несовершеннолетний, обнаружено 2 несовершеннолетних в питейном заведении. Выявлено 8 административных правонарушений. 16 октября в комплексном центре социального обслуживания с гражданами, проходящими курс оздоровительных процедур, проведена беседа на тему профилактика и предотвращения совершения преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. В ходе встречи сотрудники полиции совместно с председателем общественного совета при УМВД России по Ниньскому основному округу Николаем Кольчишковым рассказали о самых распространенных схемах мошенничества, от которых пострадали жители нашего округа и разъяснили, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов. Сотрудники полиции призвали граждан проявлять внимательность и бдительность, а также избегать общения с незнакомыми людьми по телефону и в сети интернет. Беседа прошла в легкой непринужденной обстановке. Граждане активно задавали вопросы, на которые гости давали исчерпывающие ответы. Полицейские договорились, что такие встречи будут продолжаться, и следующее состоится уже в ноябре. 16 октября 2019 года завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимого МВД России с целью повышения уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых полномоченных полиции. В ходе онлайн-голосования во втором этапе конкурса на официальном сайте Управления МВД России по Ненинскому автономному округу приняли участие 1537 человек. По итогам голосования победителем признан старший участковый полномоченный полиции, капитан полиции Лебедев Роман Олегович, обслуживающий административный участок Приморско-Куйского сельского совета с общим количеством населения 1842 человека. Граждане смогут поддержать Лебедева Романа Олеговича в ходе онлайн-голосования на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2019», который состоится в ноябре текущего года. 18 октября 2019 года сотрудники Управления МВД России по Ненинскому автономному округу посетили Ненинский аграрно-экономический техникум и провели беседу со студентами на тему «Коррупция и борьба с ней». В рамках мероприятия полицейские разъяснили содержание понятий, имеющих отношение к коррупции, и ее проявлений, раскрыли сущность правовых понятий, содержащихся в нормативно-правовых актах Российской Федерации, разъяснили алгоритм поведения обучающегося и преподавателя по противодействию коррупционных рисков и напомнили об ответственности за коррупционные правонарушения. В завершение студентам вручены информационно-справочные материалы, направленные на повышение уровня правосознания граждан с разъяснением антикоррупционного законодательства, а также продемонстрирован видеосюжет о фактах коррупции, выявленных сотрудниками правоохранительных органов на территории Ниинского автономного округа. Несмотря на предпринимаемые сотрудниками полиции меры, направленные на профилактику преступлений, совершенных путем злоупотребления доверием граждан, в дежурную часть управления МВД России по Ниинскому автономному округу продолжает поступать заявление о мошенничествах. Так, 18 октября 2019 года в МВД обратилась жительница города Наринмара, которая перевела мошенникам чуть более 5000 рублей. Как выяснилось, в социальной сети ВКонтакте женщина получила личное сообщение, отправленное из профиля своей коллеги, с просьбой одолжить денег. Заявительница сразу же откликнулась и перевела денежные средства по указанному в сообщении номеру карты, в дальнейшем узнав от своей коллеги, что ее аккаунт был взломан, и подобные просьбы приходили многим друзьям. Стражи порядка призывают жителей округа не торопиться реагировать на подобные сообщения в социальных сетях, а также поступившие иным способом. Перезвоните вашему знакомому, коллеге или родственнику и уточните, действительно ли он отправил вам это сообщение. 19 октября 2019 года команда «Динамо» Управлением ВД России по Ненинскому автономному округу, сыграв со сборной командой администрации, одержала уверенную победу в своей первой игре в турнире по волейболу, посвященному 20-летию мировой юстиции в Российской Федерации и профессиональному празднику Дню юриста. Напомним, что спортивное состязание организовано Ненинско-региональной общественной организации «Динамо» совместно с Советом судей Ненинского автономного округа. В турнире принимают участие команды окружной полиции, МЧС, Росгвардии, войсковой части 12-403, сборная команда судов НАО, сборная команда СДНАО, сборная команда администрации и команда ветеран. Все игры турнира, согласно графика, проходят в спортзале «Дюц-лидер» по адресу в город Наринмар, улица Меньшикова, дом 17. Следующая игра команды управления состоится 26 октября в 19.00. Окружные полицейские сойдутся на волейбольном поле с военнослужащими войсковой части 12-403. Приглашаются все желающие поддержать команду. В ночь с 19 на 20 октября 2019 года в районе дома 7 по улице Геологов, поселка Искателей, наряд ДПС, остановил транспортное средство, вызвавшее подозрение. За рулем находился иностранный гражданин 1993 года рождения. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин совершил угон вышеуказанного автомобиля. Кроме того, водитель не имеет права управления транспортными средствами и по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Так как гражданин отказался от выполнения законного требования сотрудников ДПС пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И он доставлен в дежурную часть управления. В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть управления МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Продолжение следует...